всем добрый день меня зовут елена ронина и мой канал называется елена ронина культ поход с писателем здравствуйте сегодня очередное видео из цикла кино духи и книга и сегодня вот такую тему я придумала и она называется шанс давайте дадим шанс в этой жизни кому чему вот шанс в этой жизни вот такая тема но думаю что так ее и назову и наверное начну я сегодняшний разговор с фильма фильм посмотрела я ну какое-то продолжительное время уже назад но тем не менее вот он меня до сих пор не отпускает я про него думаю и этот фильм он называется элегия и он 2007 года в главной роли пенелопа круз и кингсли по моему если они правильно называю фамилию этого артиста но пенелопа круз мы все с вами знаем но кинсли тоже талантливый красивые харизматичные и всегда играет в непростых фильмах в таких психологических но что касается пенелопа круз она играет в разных фильмах но как правило это все тоже не проходные фильмы это всегда очень интересные фильмы всегда с каким-то сюжетом и очень разные она и комедийная может быть актриса и ей удается любовь она может посмеяться над собой она очень и очень разная но всегда она конечно яркая и так фильм элегия где он профессор причем профессор словист вот чем интересен этот фильм обратите пожалуйста на него внимание я обязательно на своем телеграм-канале размещу рецензию об этом фильме еще не размещала там очень много цитат там очень много мудрых таких мыслей и вот он такое знаете плейбой которому уже далеко за он уже очень возрастной но тем не менее он позволяет себя влюбляться это у него такой спорт и в кстати говоря про спорт у него там еще такой есть дружочек его ровесник вот они играют в теннис большой и одновременно обсуждают своих любовниц молодых не очень один из них женат второй нет но вот такие они оказывается не очень молодые мужчины которые следят за собой которые красиво одеты вот вы посмотрите на этого героя как он выглядит но это же просто знаете вот можно смотреть на него и списывать как надо и вот он видит что новая студентка из такой семьи и верующий с традициями и он начинает забрасывать камни возможно или нет будет у него шанс или не будет у него шанс и она идет ему навстречу и начинается роман и и он влюбляется очень сильно настолько что он понимает что что-то идет неправильно что наверное нельзя так что наверное это нехорошо что вот она завладела настолько его сознанием он же понимает что с такой разницей влюбиться она в него не может ему что-то ей что-то от него нужно у него с головой все в порядке она действительно влюбляется она действительно жизни свою же без него не представляет и вот она дает ему этот шанс она ему говорит что все будет хорошо брось не думай что скажут люди думай только обо мне думай только о себе нет он говорит нет он рвет с ней все отношения он отказывается от этого шанса страдает ему очень тяжело но тем не менее вот он считает что это невозможно что рано или поздно она все равно увидит что он старый что он ее не достоин не достоин ее красоты он забывает о том что вот он умный богатый все при нем и что они действительно в общем вот все складывается между ними я вам сейчас рассказала только половину сюжета этого фильма потому что дальше там круто меняется сюжет и опять они все время дают друг другу шансы то он ей то она ему фильм очень о многом в том числе что делать когда к вам приходит беда как ее вместе пережить и вот правда я уже как вам сказала что фильм прошло уже много времени после того как этот фильм я посмотрела все равно я возвращаюсь мыслями к этому фильму ну и конечно очень красивая пенелопа круз просто скульптурно красивая при том что знаете она ведь в разных фильмах как я уже выше говорила разное и где-то она может просто вот этим своим лицом показать какую-то сморщенную обезьянку где все непропорционально и короткая шея и какие-то длинные руки но здесь вот режиссер и вот художник по этому фильму по этой картине сделал ее просто совершенно невероятный вообще очень красивый фильм красивые съемки интерьеры морские пейзажи ну в общем все здесь знаете просто замечательно поэтому фильм про шанс который я сегодня выбрала это всегда знаете мой выбор это мои ассоциации это наверное потом то как я и пишу свои книги в конце концов вот я сегодня выбрала элегию какую книгу я себе сегодня выбрала я вот знаете взяла на себя смелость я сегодня хочу вам порекомендовать на эту тему свою книгу которая называется морозный ангел у меня редко книги которые вы знаете в которых вот одна тема вот это вот та самая книга которая исключительно про любовь про сложности в любви про то что иногда в этой любви происходит кризис тяжелый и дальше вот мы думаем обычно я до приплетаю вот на странице своих романов путешествия какие-то профессиональные темы здесь конечно тоже все это есть здесь есть болгарии здесь есть бизнес здесь есть какие-то собрания но тем не менее главное конечно здесь любовь поэтому здесь есть ангелы потому что я не могла сама давать советы этим героям и поэтому вот прилетели два ангела которые начали немножко разруливать эту ситуацию жена узнает о том что скорее всего муж собирается от нее уходить что он собирается уходить из семьи у них вроде бы все хорошо есть сын которого они очень любят маленькие но по-моему ему там 5-6 лет и бизнес у них общий и всегда было все и всегда вместе и вдруг при том что как всегда женщина об этом узнает последний и когда она уже об этом догадывается она понимает что все вокруг знают все только она не знает и вот она стоит перед выбором но все книги и все фильмы на самом деле они про выбор и про то что будет этот шанс в этой жизни или не будет у той и другой или пары и вот здесь она стоит перед выбором и сначала и конечно хочется найти пойти вот путем когда все бросить и уйти или наоборот собрать его вещи и выгнать есть еще третий вариант дать шанс не только ему а их семье их сыном их будущему и настолько ситуация это сложно я этот роман писала тяжело потому что когда я пишу это естественно так каждый автор делает он влезает в шкуру каждого героя причем и мужчины и женщины вот когда идет между ними объяснение я то она одной стране то на другой стороне и мне его понять хочется и ей я хочу помочь но как помочь когда такая страшная обида когда ты вообще просто застилает глаза можно даже сказать ненависть вот сегодня к этому человеку потому что ты видишь что он предатель и все-таки расскажу я вам такой спойлер сейчас будет шанс она своему мужу дает с оговорками с тем что они проговаривают все проживают подробности конечно здесь и вот эти ангелы которым и она обращается и они ей тоже пытаются помочь они все равно ей говорят что вы знаете мы вам даем ситуации ну уж пожалуйста сами ты знаете вот как сейчас многие говорят а где вообще вот вот этот самый всевышний бог или как кто его называет почему он позволяет но потому что он всегда нам дает выбор и говорит что ну вот я вам все разрешила вы уж сами так что книга про шанс сегодня вот пусть будет вот это морозный ангел но и третье у нас партюм сегодня очень интересный и скажу вам почему интересный потому что он запечатанный потому что сегодня я сама себе даю шанс последний понравится мне этот аромат или нет потому что я о нем много слышу потому что я как-то в свое время вот присматривалась к этим духам и где-то в гостях видела вот такие красивые голубые вот такие коробки и такие красивые флаконы и вот в магазинах сейчас по моему их уже нет я купила в duty free этот флакон и что-то меня все время останавливало что-то не то вот люксовские ароматы они серии люкс они для меня такие слишком прямолинейные поэтому я давно уже в нишевых духах а это тиффани тиффани ико и он называется love для нее любовь и это женский вариант ну что давайте откроем эти духи и сейчас я посмотрим на этот флакон я немножечко расскажу вам вообще об этом брензе но вот смотрите как это мне кажется красиво вот такой флакончик мой любимый естественно 50 миллилитров и это у и парфам да потому что 100 миллилитров это всегда для меня много но сейчас будем их пробовать итак тиффани компания которая возникла в 1837 году два человека стояли у истоков чарльз тиффани еще кто-то не помню и конечно это был ювелирный дом но вы все помните конечно прекрасный фильм завтрак у тиффани с выражительный одри хепберн и музыка там конечно совершенно фантастическая и вот эти украшения кольца браслеты и сережки а тиффани и вы знаете было бы странно если бы они не запустили парфюмерную линию потому что невозможно все таки представить гардероб женщины без ее парфюмерного гардероба поэтому конечно же в какой-то момент началось еще и производство духов вот эти духи они относительно новые вот тиффани ко это был 2017 год это уже 2019 год тиффани ко там все-таки я читала пирамиду там они они в общем в принципе несмотря на то что украшения дорогие позиционируют свои ароматы для компания для деловых женщин для офиса для каждого дня ну просто женщина должна быть красивая нежная как нас достаточно нежные все украшения тиффани это всегда белое золото это плавающие такие бриллианты вот поэтому духи хотела сделать под стать но я вот варианте 2007 года в пирамиде увидела видимо поэтому меня напрягало все это там есть немножко ириса немножко персика вот я не люблю эти ноты в ароматах а вот здесь ну во первых здесь начинается грейпфрут и базилик это духи в фужерные фужерные духи это значит там есть какая-то трава в первую очередь папоротник но что значит папоротник папоротник ничем не пахнет грейпфрут и базилик и дальше здесь есть не роли это такие значит такие лимонные цитрусовые очень ноты есть секвой и хвойные деревья есть ветивер ветивер не люблю но в зависимости знаете от баланса от то как здесь все это создано сейчас очень хорошие парфюмеры две девушки которые этим заведуют этой истории в тиффани ну что давайте посмотрим даю себе шанс шанс на то что мне эти духи понравится очень хочется но начнем до специально вышла на улицу чтобы ничего не услышать это называется пока настолько легкий аромат что в общем вот да вы знаете какой красивый аромат он действительно но невероятно совершенно свежий конечно слышен грейпфрут и слышен базилик слышно вот такая такая трава причем она знаете она не не на поверхности она все-таки покрыта вот этим самым грейпфрутом ну вот сейчас уже рискнув все-таки нанести на себя потому что дальше должны уже пойти какие-то на какой-то дым от деревяшек и да вы знаете здесь нет вот таких вот тяжелых джунглей но тем не менее это но такие тропики но тропики без цветов вот мне хотелось сегодня получить именно запах не цветочный а все-таки чтобы это был фужер потому что вот мы только на пороге стоим летом и хотелось бы летом этими духами очень сильно попользоваться не знаю как они будут себя вести зимой потому что вот сейчас базилик я чувствую хорошо и грейпфрут уже вот уходит а базилик остается и судя по всему дальше будет как раз вот та самая хвоя и секвое но посмотрим как это будет но мне кажется что этот шанс я сегодня получила и я думаю что он я его принимаю я буду с этими духами если у вас есть духи от тиффани напишите мне как они себя ведут как они вас ведут у вас на вашей коже эти духи потому что они знаем что на всех они раскрываются по-разному эти духи знаете что они мне совершенно не напоминают сегодня о том самом фильме завтрак у тиффани сейчас конечно духи изменились и сейчас знаете вот что я замечаю что сейчас не такие сложные пирамиды на самом деле это очень хорошо потому что сложные пирамиды вот ты не понимаешь что будет дальше и как поведут себя эти духи а здесь на самом деле вот что ты слышишь в самом начале скорее всего это все и останется поэтому вот на сегодняшний момент и на вот момент когда мы здесь и сейчас но мне эти духи нравятся ну что вот у нас сегодня такая программа которая состояла из наших раздумий про шанс давать шанс не давать на мой взгляд шанс всегда надо давать если тебе этот шанс дают вы знаете его надо рассмотреть расслышать и обязательно этим шансом воспользоваться наверное собственно говоря об этом я сегодня и о самом главном хотела вам сказать услышьте этот шанс примите этот шанс может быть переспросить может быть проговорить и не убегайте как произошло вот фильме элегия когда вот она его ждала он просто не пришел а потом придумал что вообще что-то вот хотя он собирался идти шанс в книге морозный ангел когда героиня тоже категорически не хотела общаться когда она говорила что нет мне не надо я теперь сама я все знаю ну вот ангелы да вот ситуация вот в конце концов какая-то голова которая вот мозги которые вот вступили в борьбу с сердцем и в итоге тоже шанс был принят ну и я сегодня тоже этот шанс принимаю я очень рада что у меня эти духи сегодня есть что они со мной и надеюсь что мы с ними подружимся меня зовут елена ронина и мой канал называется елена ронина культ поход с писателем духи кино и книга вот сегодня шанс шанс в нашей жизни мира и добра берегите друг друга я а